Меня зовут Котик Антон, я софтвер-дизайнер компании Априорит. И сегодня мы с вами рассмотрим тему, касающуюся антиотладки и конкретно приема, связанного с нанамитами. Данный прием достаточно новый, про него практически ничего еще не сказано в сетях. Есть минимум информации и все, что известно про данный прием, это то, как можно получить версию протектора Армадива. Про него еще дальше расскажу. Вообще данный прием реализовывался в оригинале под винду, но я сделал свою реализацию под линукс. Но само рассмотрение, оно будет, конечно, больше упор на линукс, но все это спокойно применимо к виндовс, поэтому защиту можно также и на мак-ос реализовывать. Так, приступим. Вот, пару слов про Армадила. Это коммерческий протектор, еще у него одно название есть, СФА-паспорт. Он был в 99-м году первый раз заряжен. У него есть достаточно много приемов протектора и антиотладки. Ну, конкретно они защищают таблицы импорта. У них реализовано копи-мемори протект. Это такая себе реализация. В общем, в бинаре криптуется, упаковываются участки кода. Потом, когда исполняемый модуль загружается, управление... Данные участки кода, они проецируются в память. Память помечается, как, например, при Донли. Процессор передает туда управление, генерируется исключение. И дальше, по данному исключению, их дебаггер просто берет и распаковывает этот участок кода и передает на него управление. Этот прием неплохо защищает как и антиотладку, так же и антидампинг. Но снимается он достаточно несложно. Вторая их защита – это защита материнским процессом. То есть, запускается процесс отладчика, который становится родительским для основного процесса. И получается, во время выполнения дочерний процесс мы не можем дебажить сфизер-мода, только сфизер-мода. Это тоже доставляет много неудобств хакеру. Ну и дальше они пошли. Наверное, это самый прогрессивный их метод защиты – это наномитри. Это то, что я сказал про защиту материнским процессом. Точно так же, как и в винде, в линуксе тоже нельзя законнектиться дебаггером к процессу с третьего конца защиты, если уже к нему есть приконнекшенный дебаггер. Поэтому эта технология у них называется дебагг-блокер, поэтому мне, в принципе, не составило труда сделать такую же защиту под минусом. Значит, армадилы-ананомиты. Как они выглядят? Изначально разработчик делает пометки в коде. После комплинации кода эти метки остаются. Протектор, когда начинает протектить код, он проходит по всему бинарю, ищет эти метки и внутри этих меток начинает протектить. То есть обычно код не весь протектится, а только какие-то ответственные участки кода. Эти участки кода уже потом не упаковываются, и вставляются туда наномиты. Как же выглядят наномиты? Наномиты — это, по сути дела, инструкция IN3, то есть дебажное прерывание. Протектор, проходя по коду, находит все джамп-инструкции. То есть это не только ассамбленная инструкция джамп, это GZ, GNZ, GE и тому подобное. То есть все инструкции, которые передают управление, кроме кода. Эти инструкции они заменяют на ассамбленную команду CC, то есть IN3. Остальной код, то есть если там у нас джамп-инструкция, например, может иметь как 2 байта, 3 байта и 5 байт, а CC 1 байт, то остальное пространство забивается мусором. Это своего рода тоже становится препятствием для антиотладки, так как когда мы загружаем этот код в виду Pro, она видит инструкцию CC, дальше идет мусор и дальнейший анализ просто ломается после инструкции CC. Как это все работает? У них есть материнский процесс, который становится дебаггером для основного процесса. Процессор выполняет код, встречает IN3, генерируется дебаггер, управление получает их дебаггер. Далее они уже анализируют, что им надо делать. Для этого у них есть три таблицы. Первая таблица – это длина инструкции, то есть, как я сказал, джамп-инструкция может быть 2, 3 и 5 байт. Вторая таблица – это адрес перехода, то есть куда мы должны джампнуть. Третья таблица – это флаги. Что за флаги? Ну, то есть, если, например, у нас команда jz, то есть проверяется zero-flag, соответственно, в этой таблице мы указываем, что надо проверять zero-flag, что он должен быть установлен. То есть дебаггер получил управление и по этим таблицам анализирует, что ему нужно делать. Анализирует, что ему нужно делать, то есть получает флаги процессора, и если он видит, что нужно сделать джамп, то тогда просто в EIP загоняется адрес из второй таблицы адресов, и продолжается выполнение. Если джамп не надо делать, то просто берет к текущему EIP, прибавляет из таблицы с длиной инструкции вот эту длину, и тоже продолжает выполнение. Казалось бы, данную защиту снять очень просто. Написал, например, простейший скрипт для id, в той же, либо какой-то сторонний первоплитон, и единственное, это нужно найти таблицы. Но, как оказалось, все значительно сложнее. Почему все сводится к полноте этих таблиц? Туда попадают инструкции, туда попадают адреса не только джамп инструкций, а и любых cc, которые встречаются в коде. То есть это может быть, например, push cc, либо используется какой-то адрес, внутри которого есть cc, либо это просто какой-то заполнитель. Данным записям в таблицах просто присваиваются рандомные адреса перехода, но, конечно же, в границах загрузки самого модуля, чтобы мы не смогли таким образом вычислить ложные, ну, поставные инструкции. Соответственно, если мы попытаемся просто по таблицам проходить и восстанавливать все инструкции, то мы испортим наши те же push cc, запишем сюда какой-то джамп, и в итоге код у нас окончательно сломается. Можно вопрос? Может, можем выделить это push cc или там просто cc как начало инструкции? Ну, то есть cc как часть инструкции, либо cc? Да, мы можем, к этому я сейчас перейду. Это к вопросам, как можно противодействовать армадилу, и какие сейчас есть способы. То есть, понятное дело, если есть защита, то есть способы ее обхода. простые, либо сложные, но они существуют. Вот давайте поэтому и перейдем такс. Насчет того, что постоянно генерируется исключение, про это я уже сказал. Это то, что данный способ является сильнейшим из арсенала армадила, и 100% решения проблемы снятия опускации пока что нет. Теперь посмотрим, какие есть способы все-таки восстановить. То есть нам, по сути дела, нужно, во-первых, взять, как бы убрать вот этот вот родительский процесс, который нам мешает жить, в котором обычно еще и зашивается часть лицензирования. То есть часть лицензирования в основном попадает, часть вот в родительском. Его надо убрать. Ну и во-вторых, так как процесс перестает быть рабочим без родительского, то нам нужно еще и восстановить наномиты. Вот способы. То есть один из способов это повторное навешивание отладчика, либо обработчика вверх. Исключением можно всех исключений. И это будет уже наш обработчик. Мы вытягиваем из дебаггера все три таблицы и дальше начинаем сидеть и просто классать программу и попытаться повызывать весь функционал, который есть в программе. И таким образом, то есть нас вызывают, мы достаем из таблиц джамп инструкцию и сразу же ее восстанавливаем в ходе. Но так как у нас всегда есть вариант того, что мы можем не увидеть весь функционал и не весь его задействовать, то ли это связано с осью, на которую запущено, то ли еще по какой-то причине. Всегда есть варианты, что все-таки мы что-то упустим и когда снимем защиту, она все равно будет где-то крешиться. Второй – это запуск программы под анпакером, встроенную в распакованную программу отладчиком. Так, сейчас. В общем, давайте к третьему канализатору перейдем. Это тот вопрос как раз, который Серега задал. То есть, что нам нужно проанализировать инструкции и понять, то ли это все-таки ЦС входит в саму инструкцию, то ли это и есть инструкция. Для этого нам нужно очень такой умный анализатор написать, который сможет проходить по коду, по всем ветвлениям проходить. Плюс в него, понятное дело, должен быть встроен отладчик, не отладчик, а дизасемблер, который сможет нам по инструкциям пройтись и все это повосстанавливать. Ну, реализация такого анализатора достаточно сложна. Поэтому, ну, к этому обычно не прибегает. Ну, то есть, обычно используется как-то в связке вот этот и вот этот вот способ для снятия защиты. По-моему, вот этот второй способ, это как раз такой вот тандем вот этих двух способов. Можно же так и оставить эти таблицы. Да, мы можем оставить эти таблицы, но тогда, например, нам нужно понять логику программы, либо открутить лицензирование, либо понять какой-то функционал. А мы его дебажить не можем? Не, ну мы же можем достать таблицы и свой отладчик сделать. Можем свой отладчик сделать, но мы тогда не можем дебажить приложение. Ну, то есть, дочернее приложение мы дебажить не сможем. Плюс, если связать это с другими способами защиты, которые внутри, ну, это становится очень проблематично. То есть, если бы этот способ защиты был сам по себе, мы могли бы вытащить ту таблицу. Делаем свой отладчик, материнский не запускаем, спускаем свое с таблицы. Да. Поскольку, как правило, этот способ сам по себе не применяется. Да. Есть другие средства противодействия, которые, например, не запустят программу, если не тот оплатчик? Да. Ну, еще один момент. Мы можем, да, оставить этот код как есть, но NERMIT мы не заменяем. Но обычно защищают какие-то критически важные участки кода, там, где находится основная логика приложения. И если там у нас будет вместо джамп инструкции, по которым мы можем восстановить алгоритм просто мусор, мусорный байт и CC, а дальше мусор, который сломал нам наш анализ, то вообще как бы не вариант. Но все же восстанавливать этот код можно, то есть, так как у них есть вот этот вот промежуток, в который можно записать обратно джамп инструкцию, то восстановить его можно. Вот у меня, в принципе, многие начали задавать вопросы, вообще зачем защита какая-либо под Linux, там все open-source и тому подобное. На самом деле сейчас как-то стало появляться очень много и кроссплатформенного кода, и коммерческие продукты, которые только под Unix, подобные операционные системы. И, соответственно, если у нас есть кроссплатформенный код, который мы круто защищаем под виндой, навешивали на него там Virtual Protect, например, который очень сложно ломается, а под Linux у нас ничего нету. Ну и толку от такой защиты, то есть, хакер, понятное дело, не пойдет ломать то, что сложно ломается, а просто возьмет и начнет реверсить под Linux. Соответственно, следующий вопрос напрашивается, почему не взять какой-нибудь протектор под Linux? Оказывается, таких протекторов очень мало, мои поиски связались только к найденному одному протектору, все остальное это упаковщики. Ну, данный протектор, ну, по крайней мере, некоторое время назад был достаточно сыроват, информации о том, насколько он эффективно защищает, не было. И было достаточно много жалоб того, что пользователь, защитивший свое приложение таким способом, получает крэши приложения. Плюс защиты, которые, да, они могут быть мощной защиты, но которые используют в многих проектах, они очень часто ломаются, например, для другого проекта, либо просто из любопытства хакерами. Дальше появляются патчи, этими патчами можно сломать любое приложение, запакованное данным протектором. Как оказалось, достаточно живучими остаются самопарные защиты, которые, возможно, не слишком просты, в реализации требуют и определенных ресурсов, и человеческих, и времени, но они становятся достаточно живучими. Ну, вот, посему я реализовал свою защиту с помощью наномитов под Linux. Данный проект делался, это не коммерческий, это делалось для статьи. Защита была реализована за 40 часов, в принципе, я успел, ну, полностью за 40 часов вложился, возможно, немножко там потом почищал, были какие-то баги в УАЗе. Для реализации использовался метод обратной разработки, то есть сначала писались бустовые тесты, и уже на основании бустовых тестов писался код. Вот общая схема работы наномита. Это приложение, которое мы защищаем, это наш дебакер. Значит, вот код, который был изначально, то есть мы видим, у нас есть джамп инструкция на метку. Данная инструкция заменилась на наномит. То есть после выполнения пользовательского приложения у нас происходит исключение. Попадаем в атлач, где мы проверяем флаги. И в зависимости от флага нуля мы решаем, то ли нам нужно поменять EIP и джампнуть на лейбл, то ли нам нужно просто прийти к следующей инструкции. Так в принципе в общем идее оно будет выглядеть. Поговорочку можно? А, да. Предыдущий слайд. Вот вы говорите, ge-label был заменен на int3. Да. Там два байта, там один байт, верно? Да, все правильно. Там не not change, там reduce1. Сейчас объясню. Как реализовывается данная защита. Сейчас обсудим, как реализуется. Давайте все-таки я к следующему перейду, покажу какие проекты и станет немножко понятней. В общем, у нас есть статическая библиотека, в которой находится логика атлачика. У нас есть сам процесс атлачика, есть демо-приложение, которое мы защищаем, ну и есть тесты, про которые я сказал. Значит, как работает? У нас сначала собирается наше демо-приложение makefile, я делаю это все под Linux, поэтому все на makefile. Собирается с ключиком минус S большую. То есть у нас появляются сендеры на листинге. Код не генерируется. Дальше мы начинаем выполнять скрипты. Я писал скрипты напереды. Которые проходят по коду, ищут в нем джамп инструкции. Например, тоже j.e. И заменяют ее на наш наномит. То есть int вставляют в асэмблерный листинг. И, соответственно, нам нужно запомнить адреса перехода и адреса моей инструкции. Нет, дальше будет видно. К вопросу, плюс один, там плюс один не должно быть. То есть вы не в бинаре правите команду? Да, я правлю в асэмблерном листинге. Я понял. Соответственно, по итогу у меня собранный бинар. И в нем как бы нет вот этого промежутка, куда записывает тормогила мусора. То есть у меня эта инструкция занимает один байт. Intrig, кстати, может занимать как два байта, так и один байт. Но обычно компенсаторы вставляют однобайтовую. Почему там не было плюс один? Потому что когда генерируется исключение, процессор уже переведен на один байт за инструкцию. Поэтому там не нужно добавлять длину. Вот то, что я сказал, это как собирается приложение. Вот мы заменяем наши инструкции по коду. Это моя фишка. Решил заодно и кол покрыть. Еще одна фишка, возможно, непосредственная правка EIP. Допустим, POP EIP. Можно продолжить. А, ну да, на статистике. То есть я добавил еще call, но с ним чуть-чуть больше возни. А так точно такой же принцип. То есть у меня инструкция будет выглядеть после этого метка перед инструкцией и Intrig. Все эти метки я запоминаю. Вот эти метки. Метки, на которые указывает сама jump-инструкция. Это я все запомнил массивом. И в конце кода я, в конце асэндельного листинга, я выстраиваю еще одну секцию, добавляя. Ну это все синтаксис ГАСа. Так что не пугайтесь, что оно есть. Кто-то на массме пишет. Немножко отличается. То есть я создаю еще одну секцию и сюда просто подряд засовываю все инструкции. То есть это инструкция перехода, инструкция самого наномита. Вот создалась у меня секция такая в конце. Дальше собирается пользовательское приложение, которое уже содержит наши наномиты. Плюс содержит новую нашу секцию с лейблами. Понятное дело, после сборки комбинатор на место меток засунет реальные адреса приложения. Приложение должно собираться без... Ну, неперемещаемое приложение с флагом apppeak. Потому что, понятное дело, наши все офсеты подойдут сразу же. Дальше скриптами парсим собранное приложение. И достаем оттуда... Находим нашу секцию созданную. Достаем все офсеты. И строим... Создаем cpp-шничек, в который засовываем вот такую структуру. Структура содержит вот наш джамп. Это адрес наномита и индекс в таблице флагов. В принципе, очень похожий принцип, как и бармадила. После этого, секция nano просто забивается мусором. Я ее не стал вырезать, чтобы не париться. Она обычно очень большая получается, если защищается небольшой участок кода. Так, теперь... У нас создался файл с этими структурами. Дальше собирается у нас отладчик, который содержит вот этот cpp-файл со структурами. То есть у нас, когда появилось исключение, мы по вот этому массиву прошлись и нашли нужное освещение. Можно? Да, она входит в состав divider. Вопрос. Да. Не совсем понимаю сложность пройтись по instruction asset, потом посмотреть, какая была команда и установить. Да. Особой сложности нет. То есть я не реализовал такой механизм, как бармадила. То есть полноту-то будет, если я не проходился, не находил всех cc. Ну, как бы это не сложно было, но это как бы туду. Чтобы доработать можно было... Потому что нужно другие cc. Почему не получится так пройтись, как вы сказали, я покажу дальше. Давайте перейдем к библиотеке отладчика. И отладчик под Linux основан на системном вызове Ptrace. По сути дела в нем реализовано все, что можно придумать. Ну, вот. У нас таким образом... Ну, это все тривиально. Просто запускается... Первый у нас запускается отладчик, который запускает наше демо-приложение. Потому что демо-приложение в самом классе не может запуститься. Оно уже не становится нерабочим после обработки. Вот. В дочернем процессе нам нужно указать в Ptrace вот такой флаг Trace.me, чтобы к нему можно было законнектиться дебаггером. Ну, и просто запускаем процесс Ptrace, это путь к исполняемому модулю. В родительском, то есть в дебаггере необходимо подключиться к данному процессу. Это делается Ptrace.setOptions. Тут указывается PID процесса дочернего и несколько флагов. Вот данный флаг Ptrace.sysgood. Он необходим для того, чтобы различать системные ловушки от каких-либо пользовательских ловушек там. Например, Ctrl-C и тому подобное. То есть нам нужны только сектора. Данный флаг нам позволяет добавить все дочерние потоки, которые создаются процессом. То есть мы можем установить наномиты наши в любом дочернем процессе. По потопам. Дальше идет цикл обработки отладочных событий. Он работает похоже, как и в винде. Тут мы проверяем статус, не завершился ли наш дочерний процесс. Ну и заодно проверяем PID процесса, который завершается. Потому что сюда приходит и завершение тредов. Дальше у нас данный вызов просто продолжает выполнение дочернего процесса. WAIT PID ждет наступления какого-либо события. Минус 1 и WAIT ALL нам дает возможность дожидаться как мейн-треда, так и дочерних тредов. Здесь мы уже проверяем, чтобы вызвалось системное исключение. Вот этим мы проверяем, что нам именно подходит. И дальше мы уже обрабатываем то, что нам пришло. Для начала нам нужно получить значение регистров. Это делается с флагом GET REX. Ну и нам возвращается структура REX, в которой нам необходим EIP. И этот EIP мы ищем в нашем массиве, который мы как раз сделали. Вот CPP-шник парсингом скриптами. Дальше мы достаем. Достаем флаг с table index. То есть это индекс таблицы флагов. И по этому индексу мы уже достали саму таблицу флагов. Я делал три записи в этой таблице для проверки. Сложно было с этими проверками, так как самих jump инструкций достаточно много. Их около двадцати восьми штук. То в проверках там достаточно сложно было реализовать вот эти вот проверки разной комбинации флагов. Ну и функции чек мы проверяем, нужно ли нам делать переход. Разве нельзя просто вызвать эту же флагу? Эту же инструкцию разве нельзя вызвать? У нас же нет инструкции, мы не сохраняем. Мы сохраняем только флаги, которые нам подходят. И дальше нам нужно проверить эти флаги. Не проще ли говорить? Инт же не меняет состояние флага, по-моему. Что не меняется? Инт не меняет состояние флага, по-моему. Инт 3? Да. Инт 3 вызывался в дочернем процессе, а управление перехвачено. Да, я понял. Да. И мы вот таким вот образом получили дочернего процесса флаги. Проверяем флаги и дальше решаем, что нам нужно делать. Вот, если переход нам требуется, то тогда мы достали адрес перехода и проверяем, что это call или jump инструкция. Если у нас jump инструкция, то тогда мы просто устанавливаем в VIP нужный адрес перехода и просто обратно с этим те самые регистры, дочерний процесс и продолжаем его выполнение. Соответственно, он доставит EIP и начнет выполняться с нашего offset. Если call инструкция, то немножко по-другому нам нужно сделать. Нам нужно уменьшить значение поля ESP, то есть это наш stack. Соответственно, нам нужно, кроме вызова самого call, еще поместить адрес возврата. Поэтому мы с помощью call data вставляем адрес возврата. Ну а дальше делаем то же самое, что и с jump. Сейчас мы устанавливаем EIP в структуре Rx и применяем, как было уже показано. Если переход не требуется, то просто продолжаем выполнение дочернего процесса. Я уже говорил, что EIP переведется на плюс 1, то есть длину cc и нам достаточно просто продолжить выполнение. Так, вот как выглядят мои флаги. Вот эта структура flags, она точно соответствует флагам процессора. Мне их пришлось стыдить делать, потому что там различные комбинации. Там флаг 0 установлен, флаг переноса сброшен, либо там вообще с тремя флагами. Поэтому все эти комбинации нужно было учитывать при проверке. Ну, соответственно, получилась такая вот структура. На вот эти вот все проверки пришлось писать очень много unit-тестов, потому что без них там вообще никак. Ну и по данной структурке мы определили, вообще нужно нам делать переход или нет. Ну вот, как работает приложение, это я сделал небольшой такой проигрыватель медиафайлов. Он работает, ну, я хотел так, чтобы там была более сложная работа. То есть там, ну, как бы я сначала думал вообще взять какое-то примитивное приложение типа калькулятора. И, ну, потом решил, что интереснее проверить все-таки, будет ли работать оно с многопоточностью, с системными коллбеками и тому подобное. Ну вот, как видите, оно работает. При том, что я официровал полностью весь бинар, не определенные участки кода, но видео, по крайней мере, не тормозит. Работает нормально. Ну вот, преимущество данного решения перетормодило. Это как раз к вашему вопросу, почему мы не можем просто взять и восстановить. Так как мы меняем на уровне ассемблерных инструкций, соответственно, мы заменили инструкцию jump на инструкцию длиной 1 байт. Соответственно, мы, если попытаемся что-то туда записать, у нас просто места не хватит, чтобы туда записать. Раздвигать код нельзя, так как сломаются все относительно, ну, любые переходы просто сломаются. Поэтому просто раздвинуть там, чтобы было 5 байт, вместо одного так не получится. Можно? Но с другой стороны, зато зацелили, видно, короче, весь код без мусора. Он виден без мусора, но… Без переходов, но зато и без мусора. Но восстановить гораздо сложнее. Да, оно вроде как виден код без мусора, но то, что у нас отсутствуют, напрочь отсутствуют все переходы, оно уже сломало любую логику анализа приложения. Мы просто видим в дизэссемблере сплошной кусок кода, который превратился… Ида, когда начинает анализировать, она проходит по каждой функции, и восстанавливает по функциям переходы, восстанавливает. Когда она видит код, она начинает с самого низа восстанавливать, сверху донизу восстанавливать, и в итоге в код попадает и весь мусор, и данные, но абсолютно все ложится в код. Она считает, что это код, но и в итоге… Ну, я покажу, как… Ну, мне кажется, мусор добавить здесь просто, наверное, да? Ну, на этапе создания структур данных, после М3 можно же положить… Ну, можно положить мусор, но… Фишка в том, что я хотел сделать так, чтобы нельзя было это восстановить. А можно рендомной величины мусора? Ну, после… Да, рендомной длины. Ну, да, так, вариант. Можно, да, рендомной длины. Ну, так, чтобы сломать все-таки. Но дело в том, что… Я же сказал, что джамп инструкция может быть даже двухбайтовая, соответственно, большинство инструкций может все-таки быть восстановлено. А еще такой вопрос. А что именно джамп? Нельзя было что-нибудь другое заменять на инвентаре. Допустим, ренд. Да. Ну, да. Я, кстати, хотел ренд тоже заменить. Ну, раз уже кола заменил, то почему ренд не заменить? Ну, как бы… Да, можно. И делается это… Вы же просто из региста-дегиста, короче, заменить, ну… Такой частый, но… Нет, ну, слишком много появится отладочных исключений. Я дальше скажу негативные моменты данного решения. Плюс оно не слишком ломает сам анализ. То есть отсутствие переходов гораздо сложнее сказывается именно на анализе входа. Вот теперь какие могут быть варианты восстановления той защиты, которую я реализовал. То есть создать дополнительную секцию, найти наномит, узнать его инструкцию, адрес прихода и далее переместить небольшой участок кода в новую секцию. Вот примерно так оно может выглядеть. Такс. То есть вот был наш наномит, мы вот этот вот участок кода просто вынесли в отдельную секцию, а его заменили просто на джамп в новую секцию. Но в новую секцию мы уже восстанавливаем наш наномит и возвращаемся обратно. Ну, да. Один из вариантов, как… Может, и я… Надо дезассимблировать, написать скрипт на первый. Да, 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 да. Ну, короче, да, это реально очень неприятное занятие, чтобы вот такую вот вещь реализовать и действительно нужен дезассимблер. И это все-таки нас не защитит, если тут, например, была до наномита какая-то инструкция, которая имела относительный переход. Соответственно, мы ее вынесли в новую секцию и ее переход сломался. Ну, по крайней мере, хотя бы как-то оно можно восстанавливать. Сложности реверсинга продукта, защищенного наномитами. Я уже упоминал про армадиловский дебаг-блокер. То есть, вот то, что происходит, если под Linux попытаться законнектиться к нашему дочернему процессу, просто ответят, что не имеет возможности законнектиться. Это первая проблема. Ну, а следующая проблема, это то, как начинает выглядеть код после вставки наномитов. Код наших всех int3, тут было у нас очень много всяких джампов. Соответственно, у нас все превратилось в сплошниковый код. И все становится очень некрасиво. Вот теперь про недостатки данного подхода. Первый и основной – это быстродействие, конечно. Так как происходит переключение контекста, причем вызов уходит в ядро и обратно возвращается уже в отладчик. Это достаточно медленная процедура. Соответственно, если мы вставим наномит в какой-то очень большой цикл, либо функцию… Aí все функции… и а вот это что мы вставим…